Грядущим холодам готовятся все. Сотрудники почтамта не исключение. Башенные часы, украшающие здание, тоже подготовят к наступлению морозов. Чтобы никаких проблем не возникло, помещения, где находится механизм, приводящий в движение стрелки цверблата, на зиму утепляют. Даже при минусовых температурах часы подвезти не должны. В прошлом году был сделан капитальный ремонт. До этого времени часы служили исправно, и сильных хлопот сотрудникам почтамта не доставляли. На цифре 3 здесь есть окушечка. Вот если мы откроем вот эту дверь, она сейчас тут закрыта, поролоном на зиму утеплена. Там есть окошечко, и можно выходить туда и смотреть, протирать циферблат и все прочее. Много тревог и волнений вызвал вынужденный останов в башенных часов весной 2012 года. Из строя вышел самый главный часовой механизм, так сказать, сердце почтовых часов, установленный в подвале. Электрические первичные часы, которые были, у них это самое, реле, они уже стали превратились вообще, посыпались. Мы пытались заменить. Мы заменили, наверное, 4-5 реле, что у нас были в запасе. Но все равно начались бои. И мы приняли решение, в принципе, сами сначала остановить часы и купить новые первичные часы. За время существования часов механизмы уже менялись. Сначала был маятниковый, потом электромеханический, а теперь электронный. Вариант спутниковых часов, таких, как на улице Мария Рябинина, не рассматривали. Слишком дорогое удовольствие. Но и эти по точности не хуже. На данный момент часы на здании Ивановского почтанта функционируют в прежнем режиме, без отставаний. Усилиями наших работников и представителям других компаний был приобретен новый часовой механизм. И в результате того, что к дню города часы снова заработали. Теперь от жителей у нас никаких претензий нет. Все довольны. Сотрудники почтанта надеются, что в дальнейшем поломок не возникнет. И часы будут исправно показывать время на радость горожанам.